И мы снова с вами на конференции Highload, и сейчас мы на стенде у компании Flant. Вместе со мной Дмитрий. Дмитрий, здравствуй. Привет. Привет. Ты знаешь, когда-то, я каждый раз, когда приходил на Highload, я искал ваш стенд. Ну, потому что он всегда вот выглядит примерно так. Это на самом деле очень прикольно, потому что это очень яркий ориентир. Вот эти вот, назовем это контейнеры, потому что аллюзия, скорее всего, была именно к этому. Ты знаешь, и через это у меня всегда ассоциация с вами была, что вы занимаетесь DevOps практиками, что вы помогаете компаниям внедрять какие-то вот новые инструменты, и это главная ваша специализация. И с удивлением я обнаружил, что вы занимаетесь не только этим. Расскажи немножко побольше об этом. Ну, исторически Flant – это действительно сервисная компания, то есть в основном мы занимались professional services. То есть наш основной продукт, наша основная ценность – это работающий прод, классно работающий прод. То есть это то, что мы помогаем делать компаниям. Но понятно, что делая это, мы встречаем много проблем. Ну, так знаешь, тут дырка, тут дырка, тут дырка. Ну, и находим им какие-то решения. И, разумеется, мы стараемся капитализировать эти решения. И вот так рождается все то, что еще связано с Flant. То есть обычно у нас путь такой, что мы использовали кучу разных open-source инструментов. Там минусы, там минусы, там минусы. Мы туда поконтрибьютили, сюда поконтрибьютили, попытались это как-то обобщить, сложить. Иногда получается отдать, иногда получается сделать свое. Слушай, ну, я так понимаю, что сейчас вы в том числе занимаетесь разработкой, но уже как бы осознанно или направленно. Это как отдельный тип деятельности, который у вас есть. Да, 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 абсолютно верно. Продукты open-source. Да, кстати, а давай начнем как раз вот вокруг open-source продуктов потанцуем, потому что один из продуктов, про который хотелось бы поговорить, это Верф. Это, я так понимаю, полностью open-source продукт, которым можно брать, пользоваться. И это инструмент для CICD. Да, все верно. Это, ну, у нас есть очень хорошее готовое определение, на которое ушло у нас два года, чтобы понять, как это. Это клей, который склеивает Docker, Git, Helm и Kubernetes, и позволяет это использовать эффективно. Дело в том, что все девопсы, когда пользуются этими утилитами, они разрабатывают свои небольшие там скриптики. Тут это прицепить, тут вот так приделать, тут еще что-то. А одной готовой тулы, которая вот от начала до конца это делает, нет. И Верф, собственно, закрывает вот эту вот штуку. Ну и да, пока что он полностью open-source. Мы планируем делать платную версию, и мы уверены, что это никого не обидит, потому что, ну, основная идея платного дополнения к Верфу, это подсказки о том, как сделать манифест. Ну, то есть это дополнительные мозги. Да, то есть весь существующий функционал всегда останется free and open. А наше знание о том, как правильно использовать Kubernetes, мы будем такой досыпать, как бы. Досыпать. Это такой шугар такой, очень-очень приятный. Да, да, да. Ну, понятно, да. Слушай, на самом деле вот тоже хочется немножечко вокруг это все-таки вернуться к этой теме, потому что, когда я думаю про GitOps, когда я думаю про CICD, первая, вообще первая мысль вообще в голове, которая возникает, это история вокруг GitLab. Ну, как бы вот, ну, там же есть набор инструментов какой-то, и вроде бы как он, в общем-то, работает. Ну, здесь настроили, тут подкрутили, тут немножечко отваливается, ну, ладно, мы это примотаем с синией изолентой. Вот. А что приносит с собой Верф? Ну, во-первых, в GitLab там только часть функционала. Ну, конечно, да. Я бы сказал, что прямые конкуренты Верфа есть Scaffold от Гугла, и есть там еще разные другие утилиты. Если мы говорим про GitOps, есть Argo CD, есть Flux и так далее. Ну, ниша Верфа – это прежде всего такая all-in-one тула, которая не привязана ни к имплементации Гита, потому что Верфа работает и с GitLab, и с GitHub, и с Atlassian Bitbucket, и с чем угодно. Она не привязана к… Ну, в общем, это одна тула, которая вот тут скоп деливеров кубернета закрывает. Да, тут нету чего-то радикально там нового. Это просто обобщение практически все, весь… Я задумался об этом. Практически все продукты, которые мы делаем, они ввиду того, что мы делаем это руками, страдаем, нам больно, и мы хотим перестать это делать руками. Понимаешь, они носят такой характер, типа, как сделать вот это вот все, что уже есть, как бы проще, аккуратнее. Да, хорошо. Да, вот, в общем, дело в нюансах. Дело в том, чтобы все было топчик. Да. Слушай, тогда такой вот вопрос. Это опыт-сорс-утилита. На чем она написана? Потому что я так понимаю, что пришлось завести какой-то отдел разработки, который занимается этим делом? Ну, у нас были изначально ребята, которые там сильны в разработке, и они стали ядром… То есть мы вместе работаем там 10 лет условно. Они стали ядром этого отдела разработки. Изначально мы все разрабатывали на Rabi. И изначально верфь был на Rabi. И мы встретили очень сильное отторжение со стороны сообщества, потому что все, что вокруг кубернетиса и докера, написано на Go. И мы поняли, что, ну, как бы в чужой монастырь со своим не ходят. И у нас был такой интересный годовой транзишн, когда мы начали новые кусочки писать на Go, а старые были на Ruby. Это все было в одной Туле. И там был Ruby, который иногда вызывает Go. Потом там перевернулось. Там был Go, который вызывает те куски, которые еще не переехали с Ruby. И мы на живую Тулу с несколькими сотнями маленьких релизов. У нас, например, так прогресс-бар рос с Ruby на год. Сейчас там уже года полтора как нету исследований от Ruby. Галанг. Все на Галанге. Все на Галанге? Да. Слушай, ну, это очень круто. Вообще, сам такой транзи… Во-первых, принять решение, что надо переписывать. И не то, что мы его полностью выкинули, а именно вот этот транзишн совершили. Это, на самом деле, большое, очень крутое менеджерское решение. И вообще, проект долгой воли, на самом деле. Нам понравилось. Это было приятно, потому что мы видели постоянно результаты. Как бы каждая неделя у нас чуть-чуть меньше Ruby, чуть-чуть больше Go. И оно постоянно работает. И нет вот этих долгостроев. Мы делали до этого несколько долгостроев. Нет, долгостроев – это понятно. Нет. Все, понял. Слушай, ну, у вас же не один продукт. Вот, говоришь, целый отдел. Значит, вы занимаетесь еще и другими продуктами. И ваша экспертиза очень плотно связана с Кубернетисом. Я так понимаю, один из продуктов очень сильно завязан на Кубернетис. Ну, в целом, у нас все продукты так или иначе завязаны на Кубернетис. Ну, смотри, у нас нет как такового отдела разработки, да? У нас есть несколько команд продуктовых. У нас есть команда Верфа, которая занимается чисто Верфом. И она сейчас очень небольшая, там всего три человека. Но она такая очень сильная. То есть там синеры, можно сказать. Ну, там два прям синера-синера. И один юноша туда подключился. Он с очень большим потенциалом, let's say. Значит, дальше у нас есть команда Deckhouse. Что такое Deckhouse, я сейчас расскажу. Там человек 15 у нас уже, наверное. И там, на самом деле, две подкоманды. Вот они отвечают за нашу платформу на базе Кубернетиса. Собственно, Deckhouse – это… Ну, мы это называем NoOps – платформа Кубернетис. То есть это продукт, который позволяет не делать Кубернетис, который вы просто используете. У вас есть Кубернетис. Такая щепоточка магии. Как мы пришли к нему? Точно так же, как к Верфу. У нас сейчас больше 160 кластеров Куба. Amazon, Google, Azure, Яндекс, Берметал, OpenStack, Весфера. Вот все собрали. Ну, ввиду того, что… Ввиду просто… Понятно, именно деятельность. Да. И нам надоело там вот этот кусочек делать, автоматизировали. Надоело вот этот кусочек делать, автоматизировали. И так далее, и так далее, и так далее. Проводили эксперимент. Летом прошлого года мы всей командой, которая отвечает за кубы… Вот эта команда, она не только девелопит, она еще отвечает, чтобы это все работало. Мы всей командой ушли в отпуск на две недели. И выяснили, что одного человека, дежурищего, достаточно, чтобы 160 кубов держать за счет того, что у нас абсолютная автоматизация. Мы просто все делаем… Пуш обновляется. Как iPhone обновляется. Вот экспириенс такой же. Мы, кстати, действительно привыкли к тому, как обновляется iPhone. Он такой, типа, говорит, хозяин, я все скачал, можно тут быстро две минуты, как бы, и ты подожди чуть-чуть. Да. Да. И тут важный момент, что вот эти две минуты должны произойти именно тогда, когда можно произвести вот этот апдейт, а не тогда, когда ты… Черт, мне надо маме позвонить срочно. Ну, это, кстати, очень интересный вопрос. Мы пока идем по пути, который вызывает отторжение и сопротивление. Мы идем по пути, что мы обновляем тогда, когда мы хотим, никого не спрашивая. И мы говорим, что мы гарантируем, что это будет non-disruptive. А, разумеется, гарантировать мы гарантируем, но косяки-то бывают. И вот, ну, как бы, мы пока не определились. Ну, то есть, по ходу пойдет история по maintenance window. Ну, то есть, возможность указать в каждом кластере окошки, когда это можно производить. Я боюсь, знаешь, чего? Очень сильно. Я боюсь то, что это… Сейчас мы знаем то, что нельзя косячить при обновлении. И если мы косячим при обновлении, это прям мы чувствуем себя плохо. А тут, когда появятся вот эти maintenance window, ну, типа, такое… Ну, можно, ну, в общем, вот как бы, как бы, как бы не прийти к этому. Ну, с другой стороны, это тем, кто пользуется этой тулой, добавляет некоторой уверенности, некоторого дополнительного контроля над ситуацией. Потому что вот это же вот… Иногда, с одной стороны, ты хочешь вот этой магии, да? Ты такой, типа, блин, ну, как бы вот, чтобы вот нажал и все, вот, все сделалось. А с другой стороны, ты этого боишься, потому что ты хочешь контролировать руками, а что у меня произойдет, как у меня там все будет. Потому что это, на самом деле, очень сильное желание. Я на сто процентов согласен. И мне кажется, знаешь, как оно решается? Ты даешь… Ну, по ходу мы пойдем этим путем. Ты даешь юзеру полный контроль, чтобы он мог или вставить апдейты руками сам. Типа, ну, пришли список, и он такой, сейчас поставить, сейчас поставить. Потом ему это надоедает, он выбирает окна обновления. Ну, когда он уже почитал десяток релизов, удостоверился, что из раза в раз там все хорошо, ну, как бы, нет проблем, тогда уже, типа, ну, можно, чтобы оно само обновлялось. Настроить окошко и… А относительно вашего первого продукта верфь, докхаус, он… Дек, 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 декхаус. Декхаус. По-русски это будет рубка. Ну, типа, есть корабль, а есть рубка. А, я понял. Рубка от корабля. По-английски, наверное, было бы лучше бридждек, но что-то бридждек весь занят был. И мы такие, типа, а декхаус, он такой более, знаешь, чилить, да, ну, это типа домик на палубе. Домик на палубе, да, я понял, да, да, да. Декхаус, вот, кстати, он у вас как, по какой модели распространяется этот продукт? Ну, мы… Вместе с сервисом? Там два варианта поставки. Это может быть услуга от нас, когда мы имеем доступ к инфре, и мы отвечаем полностью. Или это коробка, типа, держите, используйте. Важный момент, что мы гарантируем ИСЛА в обоих ситуациях. То есть даже когда мы даем коробку, и у нас нет доступа, мы гарантируем, что у вас с этой коробкой все получится. Ну, если вы будете, ну, как, ну, если вы будете следовать здравому смыслу. Здравому смыслу, да. Здравый смысл, да, здравый смысл, это на самом деле очень важно. И я правильно понимаю, что продукт тоже написан на го. Да, конечно. И на баше. И на баше. Ну, без баше сложно, да, я согласен. Ну, там есть некоторое… у нас есть наш фреймворк, называется bashable. Как думаешь, от каких слов он образован? Логично. Ну, над нами смеются, и мы сами над собой смеемся, ну, потому что мы адекватные. Но ничего лучше, там есть кусачки, когда мы бутстрапим виртуальные машины, и затаскивать туда Ansible было просто настолько не… Ну, да, ну, как бы, да. Когда у тебя из коробки уже в виртуальной машине уже все есть… Баш есть. Да, да. Все это, все это баш, да. Да, да. Хорошо. Давай пойдем дальше. Давай. Потому что, как бы, на этом же не остановились. Вы, как бы, решили, так сказать, это, как это, фулл хаус сделать, так сказать. Потому что, вот, с одной стороны, у вас есть GitOps, с другой стороны, у вас есть такой, ну, код, кодопс, да. Вот, а с третьей стороны, как-то, за этим совсем надо, когда настроить в некотором смысле observability, понимать, а что же происходит вот в той системе, которую вы только что развернули. Ну, все так. Ну, все так, и, как ты, наверное, знаешь, в пятницу мы совершили процедуру покупки Акметра. И, ну, если копнуть чуть в историю, мы с 17-го года вместе с ребятами из Акметра, ну, вместе работаем, да. Мы были самым крупным их клиентом. И, ну, мы-то понимаем, что мониторинг – это чертовски важная вещь, да. Да, да, да. И весь наш бизнес зависит от того, насколько у нас хороший мониторинг. И для нас мониторинг – это такой key competence. И, ну, так получилось то, что мы смогли договориться с Акметром, и теперь пойдем вперед вместе, быстрее. Ну, и я думаю, что сможем зайти дальше. Основная идея в том, чтобы, ну, действительно, как бы закрыть, закрыть все потребности бизнеса с точки зрения, как бы, вот вам платформа, вот вам сразу мониторинг. У нас там гигантский план развития, но если я сейчас начну про него рассказывать, тебе придется забирать у меня микрофон. Хорошо, хорошо, да, да, да. Я надеюсь, что у меня хватит сил, да. Но, тем не менее, давай, чуть-чуть оставим это в стороне. Это новый продукт, который у вас в обоиме получается. Вы закрываете таким образом, в некотором смысле, ну, нишу. Я знаешь, извини, одна маленькая ремарка. Наши клиенты вот с 17-го года всегда получали Акметр в рамках наших услуг. Ну, то есть мы всем нашим клиентам на все сервера всегда выдавали Акметр, чтобы не объяснять. И даже ничего не чаржили за это, вот просто включали. Потому что мы хотели, чтобы у нас было все замониторено. Ну, логично. А сейчас, получив Акметр, мы можем это еще и предоставлять как услугу. И это классно, мы очень радуемся этому. Слушай, ну, с учетом того, что вы только что приобрели этот продукт, по большому счету, там же были и другие клиенты, не ваши. Что с ними произойдет, ну, именно в клиентах Акметра? Я уверен, что они будут только радоваться, потому что Акметр получит гораздо более интенсивное развитие. Мы на 100% гарантируем сохранение всего существующего функционала и будем потихонечку добавлять, добавлять, добавлять ценность. Я, к сожалению, не знаю, на чем написано Акметр. На Галанге. А, то есть все, как бы я как раз думал… И Python, но Python это… Тоже общее место, да. Тот же Галанг. Да, хорошо. Хотя некоторые будут негодовать от такого определения. Простите меня, пожалуйста. Но, тем не менее, слушай… Давай я прокомментирую про Python. Ввиду того, что у нас была разработка на Раби… Да-да-да, я как бы… Ты знаешь, Раби плюс Галанг – это вот Python. Я опять кого-то обидел. Да, ну, так бывает, когда говорим про языки программирования. Но, тем не менее, я так понимаю, все будет скорее приведено к одному общему знаменателю, учитывая, что есть Go, как платформа, которая вам нравится, и я так понимаю, что это очень удобно, когда у тебя вся команда разработки пишет на одном языке программирования. И очень интересно, что вот… Ты говорил о том, что у вас больше 150 уже кластеров на Kubernetes, которые вы поддерживаете. И тут интересный момент. Мы находимся на конференции Highload, и здесь, конечно, все про большие нагрузки, много всего. Автоматизация очень сильно помогает держать клиентов, помогать им, соответственно, переживать вот эти вот пиковые нагрузки, вообще следить за состоянием. Ты об этом очень круто рассказал. Но тут возникает вот такой вопрос. Если вы собрали вот такой Full House на руках, что дальше? Ну, то есть вот у вас есть сервис, который вы… Ну, как базовый сервис компании Flant, который вы оказываете вот именно как сервис. Дальше у вас есть целое подразделение, которое занимается софтом, но это софт, который нужен вашим клиентам и вам лично для того, чтобы поддерживать ваших клиентов. Есть ли еще какие-то планы на какие-то другие куски? Ну, вот здесь бы хотелось тоже немножечко. Слушай, ну, наша стратегия такая на следующее десятилетие. Ну, наверное, мы сейчас ищем клауд, в который мы поверим и как бы с которым мы сможем долгосрочно работать в будущем. Если мы его не найдем, мы будем делать свой. Ну, как бы это ни смешно звучало, да, но мы думаем, что мы… Нам есть что предложить. У нас следующая вещь, которую мы делаем, это бэкапы, но именно сервис резервного копирования, потому что у нас есть много внутренних наработок, и там классно. И менедж базы, потому что опять у нас там сотни и сотни и сотни инстансов, и Postgres, и MySQL, и Mongo, и Kafka, и Cassandra. И мы тоже идем по пути, типа, вот у нас тут куча всего, болит, надо с этим что-то делать. И видишь, мы-то идем по пути такой, что, ну, как бы, обычно у клауда есть какая-то базовая инфра, и они на нее базируются, да, а у нас этой базовой инфра нету, потому что она везде чуть-чуть разная, да, и нам нужно иметь возможность и вон-прэм ставить и так далее. Вот мы думаем, что мы будем таким антиклаудом. В том смысле, что, ну, мне кажется, ты понял, да? То есть мы даем вон-прэме experience клауда. Слушай, это очень круто, на самом деле, это интересная идея, когда все идут в одну сторону и в другую. Абсолютно не новая, на самом деле, потому что, ну, есть подобное же решение от Google, Anthos, ну, это в целом как будто бы весь рынок идет в ту сторону, просто он идет туда возвратно-поступательным движением. И смысл этого движения в том, что, ага, мы идем в клауд, с клаудом проблемы, мы идем в себе вон-прэм, и вот как бы сделать такой experience, чтобы было и в клауде, и вон-прэме, и в любом клауде одинаково. То есть такая гомогенность между он-прэмом и разными клаудами. В некотором смысле ты говоришь немножечко о том, что клиенты в будущем будут хотеть и требовать мультиклаудности. Мы уже сейчас даем многим клиентам мультиклауд, потому что наша платформа Кубера работает почему угодно, и клиент не замечает разницу. У нас есть крупные клиенты в России, которые живут в эсфере, в OpenStack'е, в Яндекс.Облаке одновременно. И они даже не знают, какой кластер у них где, и они абсолютно идентичные. Мы уже это даем. Это очень круто, это очень круто. Слушай, ну давай немножечко еще раз вернемся к разработке. Вот мы так немножко... Давай, давай. Да, вот мне разработка ваша не дает прям покоя. Команды у вас отдельные, небольшие. И очень интересно, как устроен процесс проектирования новой функциональности. Ну понятно, работа с фичами и, соответственно, внутренний процесс разработки. Ну то есть это какая-то итерационная разработка или это там какой-то там конвейерная поставка. Ну то есть вот немножечко давай вот эту историю. Я бы не ответил на этот вопрос, потому что я не знаю, в чем разница между итерационной и конвейерной поставкой. Но это мы сейчас... Короче, если ты немножко... Верф. Верф. У нас там есть такое понятие канал обновлений. И мы вообще очень сильно верим в деливери по каналам. Я эту модель первый раз увидел, по-моему, кариоса. Ну и, короче, у Верфа у нас есть альфа-бета, early access, stable и rack solid. Ну как бы такой, типа... Ну такая, да, линейка какая-то. Да, да, да. И мы просто каждый день делаем новый релиз раз в несколько дней. Это консольная тулла. Это не сааска, да. То есть мы деливерим даже консольные тулы, мы деливерим вот так, континиус. И процесс разработки... Ну у вас найт-билды, по сути дела, по сути дела, устроены. Ну, фичер тоглинг. А, я понял, фичер тоглинг. Каждая фича доводится до продакшена, да. Просто, может быть, в минимальном или в скрытом состоянии. И мы как раз не держим найт-ли-билды. Мы стараемся катить как бы на прот, да. И вот, ну все продукты так. Так, Декавус у нас сейчас не получается катать ежедневно. Мы катаем его там раз в неделю, раз в две недели. Ну вот на вот эти 160 кластеров. Ну и тоже такими волнами. Сначала на альфу, потом на... Ну то есть мы как бы... Мы бросаем версию в канал. Собираем фидбэк. Ну, разумеется, автоматизировано, да. Потом бросаем в следующий канал. И так далее. Ну то есть... Я понял тебя. На самом деле это интересная идея по поводу каналов. Потому что я как-то вот раньше вот эту историю с альфа-бета, ну как-то оно было понятно, что вот есть такой внутренне разработческая как бы история. Давай выкинем альфа-бета, оставим early access, stable и rock solid. Вот. Вот это понятней. Вот, да, да. Я понимаю, что это очень похоже... Вот эта вот конечная цель, да, она очень похоже на то, что делает Кубернетис со своими тремя релизными вот этими вот каналами. Ну то есть в смысле, когда ты приходишь в облако, очень часто есть возможность выкатить кластер по одному из трех стримов. Ну, стабильный... Это не Кубернетис делает, это отдельные клауды делают, мне кажется, в Яндекс. Ну, помимо Яндекс.Облако, есть еще и в Гугле та же самая история. Возможно, возможно. Очень похожая история, что если ты готов на эксперименты, если ты хочешь более новой версии, более быстрее их получать, более, ну, новые фичи быстрее вперед всех. Под капотом звучит очень, там внутри сидит очень большая дилемма, и она очень простая. Есть юзеры, которые приходят и говорят, фу, у вас Кубернетис 1.16. Да, да, да. А есть юзеры, которые говорят, стойте, не обновляйте нам. Да, да, да. И нужно удовлетворить и тех, и других. Я согласен, да. Но, да, здесь немножечко другая идея вот с билдами, да, потому что билды здесь, у тебя уже есть твой софт. И просто единственное, что у тебя есть как бы включены-выключены фичи, ну, то есть здесь, 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 да. Мы считаем то, что юзер не должен принимать решение о том, какая у него версия сейчас. Ага. Он может принимать решение, какой уровень стабильности у него. Но идея о том, что юзер принимает... Вот ты же в айфоне не принимаешь решение, какая версия... Ну, потому что очень тяжело держать вот этот хвост старых версий. Поэтому ограничиваем вариативность до N каналов. Все, я понял. Это, мы поговорили сейчас не про разработку, а чисто про релизный процесс. Про разработку, ну, наверное, можно там долго копать и про продуктовую историю. Пока что у нас такой групповой брейнсторминг с бесконечным бэклогом. Вот, наверное... Слушай, но самое важное вот в бесконечном бэклоге это груминг. Это то, что не делать. Не то, что делать, а то, что не делать. Есть альтернативное мнение. Можно вместо груминга делать черри пикинг. Хорошо. Нормально? Нормально, хорошо, зашла, да. Хорошо, шутка. Ты знаешь, все-таки вот, когда я прихожу на конференцию, а мы сейчас находимся на конференции HighLot, я хочу посмотреть доклады. Не всегда получается посмотреть все, что я хотел. У тебя было время хотя бы куда-нибудь забежать и посмотреть какой-нибудь доклад? Нет. И я объясню, почему. Потому что я не выступаю в этом году. Я так, как я не выступаю, я думаю, ну, что я приехал, надо же какую-то пользу привезти с собой. Да, поэтому я хожу и всем рассказываю про что-нибудь, вместо того, чтобы ходить на доклады. Вот у меня такой continuous доклад второй день. А почему я, кстати, без доклада могу сразу ответить? Я же не в России живу, я в Германии. И я боялся поддаваться, что вдруг все закроют. Я, короче, подведу. Ну, в общем, и... Да, такая история. Я очень рад, что ты вырвался к нам. И в этом смысле, кстати, очень круто, что у вас на стенде огромное количество людей. И всегда можно прийти, проконсультироваться. Я так понимаю, что вам приходят ваши... В два раза меньше, чем мы планировали. Мы хотели в 25-м приехать, потом подумали, ну, в 12, наверное, хватит. Сделать в два раза меньше, но в два раза лучше, да? У нас все классные. Все классные. Отлично. Но я так понимаю, что сюда на стенд можно прийти, узнать про все продукты, про верфь и про декхаус и, соответственно, про окметр и со всеми пообщаться, да? Конечно же, про наши сервисы, да. То есть про все четыре вещи, которые мы делаем. У нас есть прямо здесь команда ребят, которые отвечают и рассказывают про них. Я так понимаю, что вы, конечно, перевалили уже за экватор далеко, даже второго дня, но все равно до самого вечера вы будете здесь. Да. И я всех приглашаю на стенд к фланту, приходите, а мы с вами прощаемся и увидимся на других стендах. Спасибо. Пока. Спасибо, пока. Продолжение следует...